Мы быстренько управились с 17-майлс-драйв, потому что времени у нас мало. Наш гость должен еще отправиться прямо отсюда, туда, на Лос-Анджелес. Поэтому мы переехали из Pebble Beach в городок Кармел. И вот мы сейчас на пляже, можно сказать, в Кармеле перекусим и двинемся вдоль очень живописной улицы, которая так и называется Scenic Drive, то есть такая живописная улица. Вот, друзья, в самом начале улицы Scenic Drive мы начинаем наш проход вдоль этой улицы. И тут у меня задача, как у оператора, сложная, потому что слева красивые дома, справа красивейший океан. Ну, давайте я так вот, чтобы вам не показалось, что я преувеличиваю. Смотрите. Да, город Кармел вообще сказочный город. Тут даже есть свой такой архитектурный стиль. Вот где-нибудь в Кремниевой долине, может быть, дом там продается. Написано Carmel Style. То есть там немножко так с кирпичиком отделано таким белесым, красноватым белесым. Это город художников, это город туристов. У него история такая интересная. Его построили как город для художников и людей искусства, но они что-то не очень сюда рвались, а дело было 100 лет назад, больше 100 лет назад. Тут подсобило неожиданно землетрясение в Сан-Франциско. И там было много народу художественного. И они так немножко вздрогнули и поехали сюда. Здесь такие прикольные, знаете, фишки. Например, здесь не было почты, не знаю, как сейчас. А тогда почты не было. И люди, которые живут в городке, должны были ходить в здание почты. А это было кафе. И вот они в этом кафе сидели, читали газетку, общались друг с другом. Вот такая была интересная задумка. Смотрите, как неплохо должно было здесь жить с художником. Ист Брентфуд был мэром города какое-то время назад. Здесь есть интересные собственные законы. Например, есть такой закон, что нельзя ходить в каблуках. Жень, ну, в туфлях-то каблуках. Случай был такой, что какая-то голливудская женщина, выходя из автомобиля, каблуком между булыжниками где-то там наступила, ногу подвернула или сломала, я не знаю. Она судила город за состояние булыжной мостовой, из-за которого она пострадала. Такая манера, знаете, у людей судиться. Ну вот, приняли закон запретить ходить в каблуках, чтобы было неповадно и неподсудно. Вот такой вот городок. Дмитрий, тут есть место силы или вообще что-нибудь такое? Вот где мы сейчас? Ну, блин, конечно, соотношение леса, гор, ну, здесь не горы, а просто такие маленькая горная гряда, бородок выступающие. И океаны это прекрасно, но там, где мы были, Spanish Bay, вот эта закрытая территория. Ну, вот я говорил, что, вернее, просто закрыли, потому что вот там просто потрясающие места. Вот эти холны, кажется, обычный мок. Но какая энергетика там, какое состояние. Пробирает. И пробирает, и откровенно полезно, потому что там просто понаходиться, это просто зарядиться и настроиться на самый-самый лучший лад. Отлично, отлично. Вот, друзья, в таком месте, смотрите, машины, 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 так прям все сюда норовят подъехать, чтобы приобщиться, можно так сказать. На пляже, кстати, никого не видать, народу почти нет. То есть, то ли они вот эти все припаркованные люди разошлись по этим домикам, я не знаю, куда они тут сиделись. Машины идут одна за одной. Ну, я подозреваю, что просто люди проезжают мимо, чтобы посмотреть на красоту. У них нет времени вот так, как у нас, пешком тут бродить. А так они просто едут и смотрят. Посмотрите налево, посмотрите направо. Да, это все на самом деле очень-очень дорогая недвижимость. Вот кусок земли, а, три сотки, вот здесь, с видом на океан, такой кусок земли может стоить, там, скажем, не знаю, там 5 миллионов, например. Пустой, без ничего. Так что, как бы, то, что смотрит на океан, это уже дорого. И само место, где это стоит, тоже безумно дорого. Так что, вот, такая история. Здесь очень-очень много картинных галерей, кафешечек, сувенирных магазинов, маленьких гостиниц. Сюда приезжают на недельку люди, у которых есть лишние пару копеечек. И они тут очень хорошо питаются. Тут есть где покушать по хорошему-хорошему разряду. Так вот, эксклюзивненько так попитаться. И погулять, и посидеть, и побалдеть, и походить по картинным галереям, которых тут десятки по несколько штук на квартал. Вот так ходишь, ходишь, смотришь. Хотя, в принципе, вот, те полотна, которые здесь продают, где-нибудь у нас в Кремниевой долине, там, втрое дешевле. Ну, это уже не важно, такое место. Место тоже дорогое стоит. Вот, пожалуйста. Волна хорошая. А песок такой беленький тоже прикольно, очень прикольно. Мы продолжаем рассматривать недвижимость, такую прибрежную. И действительно, вот, обратите внимание, сантиметра нет свободного, чтобы не припарковал кто-то. Ну, правда, день праздничный, народу много. На дороге, так точно. На пляже кажется, что никого нет, но, может быть, потому что он очень широкий, большой. Может быть, из-за этого. Этот самый синик драйв, если так не спеша двигаться, пешочком, может быть, даже минут на 20 в одну сторону, там дальше уже ничего особо и нет. Так что улочка небольшая, но прикольная. Хорошо. Как тебе цвет? А мы здесь воздух. Воздух невероятный. Невероятный воздух. Все в одном букете, в одном флаконе. Да? И океан, и красивые дома, живописная улица. Люди тоже симпатичные ходят такие, приятные. Гуляют. А вот здесь уже, вы видите, от Хэллоуина. Ну, смотрите, Хэллоуин еще впереди. Но вот уже, видите, там какие-то скелетики стоят. Нечисть всякая. Да. А вон там целое сооружение такое, видите, идет деревянная лестница. Спускается к океану. Отвечает на вопрос, а как же жители попадают на песочек? А вот так вот попадают. Вот, прям тут. Раз. И на песочек. Песочку много, жителей мало. Прямо такое ощущение, знаете, когда на эти домики смотришь, что где-то ты в Италии, может, во Франции, что-то такое в Испании, средиземноморское что-то такое. Вот, прям как оттуда все. Хотя, не исключено, что так и есть, на самом деле. И в таких местах тоже недвижимость продается. Вот там табличка стоит. Пойдем глянем. Ну, может быть, она так, знаете, продается, что не написано почем. Это надо уже на интернете смотреть. А может и написано. Написано by appointment only. То есть, в дом не лезть, голову никому не морочить. Приходи с риэлтором, который назначит appointment. Так. Вот такое место. Мне очень нравятся вот те цветы красненькие, которые туда вдоль трубы вверх пошли. Очень красиво. И справа тоже цветочки такие очаровательные. Многие наши зрители, друзья, живут в таких странах, которые можно назвать, как бы, знаете, страна крашеных заборов. И они постоянно критикуют Соединенные Штаты, ну, Калифорнию, что заборы не крашены. В Минске вот красят заборы. А если у нас популярен скандинавский стиль, минимализм. Так. И часто заборчик горизонтальный, идет немножко внахлест, и он, может быть, не покрашен, просто хорошая древесина, и он выглядит очень натурально. Ну, хорошо. Вот если мы смотрим на этот дом. Вот дом такой, как бы, современный, я бы сказал, в некотором смысле, можно отнести к скандинавскому. Такой вот он. Теперь заборчик у него вполне приличной древесины, относительно. Но вот тот, что справа пошел, вот этот серенький, вот где-нибудь в Минске и его окрестностях, это прилично с таким? Ну, я бы сказал, что там идет стройка. То есть это... У нас такой ставят, но он временный, потому что, как бы, как забор это использовать, ну, наверное, нельзя. То есть неприлично. Ну, тут нормальный забор, когда стройка ставят зеленый такой из сетки. Да, ставят просто сетку такую, натягивают. А это уже забор, но он давно стоит. То есть, может быть, этот забор там 20 лет уже стоит. И дом за ним явно не то, чтобы недавно построили. Вот может, с тех пор и стоит. Вот уже эти сосны выросли, а он все стоит. Да, это уже как в 70-х, как в Сиге пор. В 70-х? Ну, может быть, да. Конца 60-х, 70-х, да. А вот эти, Света, вот этот современный, вот этот? Вот этот, ну, он не вчера построен. 90-е, наверное. Ему тоже, может быть, лет 15-20. Да, может и больше, да. Начало 2000-х, да. Это тоже довольно, довольно давно. Да. Так, ну, так. Вот, с каменюками тебе нравится, да, вот этот впереди? Да, это красивый дом, но он более новый. Он явно видно по архитектуре, по дизайну, то, что у него окошки все разные. Вот это все, в общем, новый вид. Ну, симпатично от этого. А забор, посмотри, какой забор при этом? А забор такой, что стройка давно прекратилась, но забыли снести. О, точно. Вот это забор. Ну, дело в том, что здесь же океан, конечно. Да. Он любой забор снесет. О, забор. Дерево нибудь есть. И там. И там, а вон там вообще. Там просто вот декорация к Хэллоуину. Да. Идеальная. Это специальный забор, да. Вот тот забор, это стиль такой. Это класс. Ну, вот это уже тоже на современное тянет, так тяготеет, более-менее. А вот этот дом с такими извилистыми, ну, с крышей извилистой, Света его давно заприметила, он ей нравится. Но тут что-то он на продаже стоит, да? Да. Сан-Карлос Эйджетси. Вот он там стоит. Или не понятно. Свет, это продается тот, что левее. Вот там, где женщина вяжет на балкончике, это вот он продается. А тот нет. Тот нет. Просто красиво стоит. Богато так стоит. Но вообще, конечно, такой странной формы крыша. Я даже не знаю. Может, там Буратино какой живет. Буратино это. Богатый. А вы посмотрите, как кирпичная стенка сделана. Да, сделана, да. Да. У нас же Дмитрий, он же из семьи строителей. Дмитрий, посмотрите, как кирпич лежит у трубы. А? У нас тоже так строить умеет. Ну, эти специально положили. Ваши просто по-другому не могут, может быть. На пинчме, да? Пинч это у кого-то, да? Пинчме, да. Учипнуть. Ну вот, да, да. Вот же люди-то. Чего творят-то? Еще такое ощущение, что оно все довольно-таки заброшено. Ну, к этому делу, знаешь, Света, нужен какой-то анекдот, типа, вот как Василий Иванович с Петькой смотрят на этот дом. И Петька говорит, Василий Иванович, там, знаешь, а тот говорит, да не боись, Петька, там, знаешь, вот что-нибудь такое. Такой маленький домик, друзья. За ним еще один. Маленький, такой открытенький. За ним сзади еще один. Светлана говорит, что там сзади еще. Ну, может быть. Ну, вот то, что так вот тут просматривается, оно такое маленькое, как бы. Может, там, конечно, он из разных частей. Давайте поглядим. Ну, да, да, он там дальше. Он больше, чем может показаться. Да, действительно, он маленький, зато вытянутенький. Вытянутенький. И вот эти тоже, смотри. Эта уже улица начинается, она как бы в квартале от океана. И на ней такой серьезный дом. Ну, что же. А мы, друзья, движемся вдоль океана. Мы на ту улицу не пойдем. Нет. Мы вот тут. Тоже так прикольно. Смотрите. Один вот тут стоит. Прям на нас смотрит. А другой вон там сзади. Посмотрите. Вот он сзади. Окнами вылез так вот наверх, чтобы тоже океанчику немножко посмотреть. Вот он там как мог вытягивался. Хотя, надо сказать, что тут им не столько океан виден, сколько автомобилей вот, которые вот тут вот припаркованы. Чтобы увидеть океан, надо сильно вверх потянуться. Да. Там сзади колокол висит на такой, знаете, на колокольне у людей. Такой высокой. Прямо можно набат оттуда отбивать. Так. Я смотрю, здесь популярны вот эти вот из камня белого постройки. Красиво, конечно. Точнее, наверное, он все-таки не из камня, а камнем отделан. Вряд ли прям построены из камня. Здесь сейсмично все-таки. И из камня не строят. Но камнем отделывают. Вот как, смотри. Прямо так, знаете, слово «дом» даже не хочется сказать. Хочется сказать «шато». И вот это какое-то «шато». Он такой маленький. А вот пляж. Мы так обошли его, обошли, обошли. Вот зашли с этой стороны. Смотрите, какой. А здесь уже он нечищенный какой-то. С тоже всякой гниющей растительностью. Морской припахивает тоже. Обратите внимание, друзья. Это вот дети. Стоят скульптурки такие. А вон там чуть подальше Мэри Поппинс с зонтиком-то. То есть у них тут такой весь дом прикольный. Да. Хорошо. С зонтиком Мэри Поппинс. Прикольно. А как вам вот такой домишек, друзья? А? Вот не слабо-то у людей. Фантазия работает. А вот так, друзья, американцы получают свою неэлектронную почту. Грин-карты. Ну, грин-карты, если вы попросите, чтобы на их адрес пришла, они вот получат в этот ящик вашу грин-карту. Ну, трогать руками нельзя. Это государственная собственность. Мы пришли в такую часть улицы, где модно или так как-то принято скульптурки ставить. Вот, пожалуйста, здесь. Наверное, это русалка, я так чувствую. Она с сеткой. Или не русалка. Рыбачка. Вот так она, не знаю. А, она прислушивается к ракушке. Она поднесла ракушку к уху. А у нее там сетка какая-то тоже с ракушками. Обратите внимание, друзья, вот на домик, который справа открывается. Там, вы видите, там столик со стульчиками. Такая веранда прекрасная. Мы тут как-то шли, там сидели люди. Просто пили кофеек. Вот, и вы видите, как много возможностей. Какой потенциал. Знаете, мы с вами где-то, а тут можно пить кофеек, и никто не пьет. Вот это противоречие, которое многим предстоит разрешить. Как это так? Вот, мол, мы там, а тут нас нет. Я вам говорил, тут шато всякие стоят. Вот еще шато-образное строение. Вот. И тут симпатичный. А здесь на разных языках написано, что это частная собственность, и сюда не лезьте. По-русски нету. Не рассчитано. Может быть, считается, что мы с вами сами сообразим и не станем безобразничать. Наверное, любопытно их донимают вопросами, там ходят, стучатся. Во всяком случае, фотографировать можно, снимать можно. В Соединенных Штатах, если ты сам находишься на общественной улице, вот мы сейчас на общественной улице, паблик стрит, то все, что видно с паблик стрит, можно снимать. А вот, например, магазин или бизнес, офис, это не считается паблик. Это частная собственность. То есть, руководство магазина может вам сказать, здесь снимать нельзя. Это как бы их право. Мы продолжаем движение. Вот у нас океан. А вот, вот там на океане много-много чаек, если вы видите, сидят на камнях белые такие. А вот дом у меня за спиной. Посмотрите. Вот такой дом, прямо, можно сказать, на утесе. Большущий. Сейчас, может быть, нам удастся на него с другой стороны посмотреть. Ну, вот так, пожалуйста. Тоже забор. Некоторые у нас любят заборы смотреть. Вот такой забор, пожалуйста. Вот так все красиво, симпатично. Мы не дошли до конца улицы, но дело в том, что уже вечереет. И наш гость, ему надо ехать обратно в Лос-Анджелес, откуда у него самолет. Поэтому, чтобы ему выехать засветло, мы движемся обратно. Мы оставили автомобиль в Pacific Grove. Ну, тут недалеко, может быть, 20 минут. Только надо дойти еще до машины. И, в общем, мы отправляемся назад. И с вами прощаемся, друзья. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»